Друзья мои, всем привет! Хочу вам показать вот такую вот штуку. Это называется точилка для полипропиленовых труб. Немногие мастера даже сталкивались с такой точилкой. Она появилась очень давно. Вот когда появились полипропиленовые трубы, тогда и появилась сама армировка. Раньше армировка была снаружи. Это нужно было для того, чтобы устанавливать данные трубы, можно было спокойно на системе отопления. Но паять вот в таком состоянии алюминиевую трубу, полипропиленовую трубу с алюминиевой оплеткой снаружи было нельзя. Поэтому для этого и была создана вот такая вот точилка. Она снимает верхний слой алюминиевой с полипропиленовой трубы, и тогда уже можно было спокойно паять. Сейчас мастера, многие, которые начинают только работать, естественно, с этой точилкой никогда не сталкивались. А уже те мастера, которые очень давно занимаются сантехникой и пайкой полипропиленовых труб, те знают, что вот такая вот стружка остается от... Именно от оплетки алюминиевой. Раньше, я помню, мы горами счищали вот такие вот алюминиевые стружки, потому что для монтажа системы отопления нужна была вот как раз вот такая вот алюминиевая оплетка снаружи. Но у своей... У каждой системы есть, конечно, свои минусы. Такая вот алюминиевая фольга по наружке, она лопалась. Но лопалась только наружная часть, внутренняя часть полипропиленовой трубы оставала всегда целой. Но люди, конечно, кидались в панику, типа, что за ерунда, почему у нас труба вся полопалась. Ну уж потом, когда разрезали эту трубу, показывали то, что внутри все хорошо, все цело, а просто вот эта вот алюминиевая армировка, она полопалась. Ну так, клей, который находился внутри, на который была приклеена эта алюминиевая армировка, он, короче, таял от температуры и, получается, вот алюминий расширялся и лопался. Но сейчас уже, естественно, все иначе. Сейчас уже идет внутренняя армировка, алюминиевое, либо стекловолокно, которое уже не нужно защищать с помощью вот таких вот точилок, а можно уж спокойно прямо купил и сразу спаял. А раньше приходилось вот так вот и чистить. Так, ну что ж. А, кстати, да, тут даже вот указаны размеры 20 и 25. Еще были также 32 труба и 40. Алюминиевая армировка. Ну, дальше был больший размер уже там, и точилки были совершенно иные. Но вот эти вот точилки у нас сохранились пока до сих пор. Тут даже вот здесь свежий нож, которым я еще ни разу никогда не пользовался. Пока, в общем, так. Вот. Она у нас есть. Есть, будет до тех пор, пока еще существуют вот такие вот алюминиевые оплетки, которые были установлены уже более 10 лет назад. И до сих пор эта труба функционирует. Вот к чему я веду. То, что было сделано ранее, то до сих пор стоит. То, что сейчас уже устанавливается, иногда даже вот на следующий день уже может просто порвать. Вот экономия называется на материале. Так, ну что ж. Вот. Такая вот. Примочка была раньше, благодаря алюминиевых труб. На этом у меня все. Это немножко для истории, чтобы в будущем сохранить то, чем раньше работали мастера сантехники, когда занимались монтажом полипропиленовых труб. Прикольная штука. Ну и стоила она тоже недешево. Сейчас я не знаю, можно найти такую вещь вообще в природе, потому что на данный момент такие вот трубы с полипропиленовой, то есть такие полипропиленовые трубы с наружной армировкой уже не продаются. Поэтому пока вот как-то так. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на канале. Пока.